С днём рождения меня! С днём рождения меня! С днём рождения мой канал! С днём рождения меня! Блин, ребят, на самом деле, не могу в это поверить, но вчера моему каналу исполнилось целых 6 лет. Цифра на самом деле внушительная не только для меня, но и, мне кажется, для русскоязычного ютуба в целом, потому что, когда я начинала, каналов было очень-очень мало, буквально несколько девчонок только делали видео, и я очень отчётливо помню, что в тот момент я подсела на канал Марлены, MakeupGeekTV, и это был чуть ли не единственный канал, который я смотрела, мне казалось, что больше вообще ничего нет, и мне настолько понравилось то, что она делает, что я сама решила тоже себя в этом попробовать, и 2 августа 2011 года я загрузила своё первое видео. Сегодня я хочу к нему вернуться, его пересмотреть, отреагировать, скажем так, на это видео. Хочу спуститься с вами по аллее воспоминаний, отметить, что было тогда, что, возможно, сейчас, как всё изменилось. Первое видео, которое я загрузила, было как раз-таки о макияже, и я это тоже помню, как сейчас, когда я рассказывала своему мужу, но тогда он ещё был моим парнем, я ему говорила, что вести канал будет на самом деле очень просто, потому что я же не так каждый день, в принципе, крашусь, поэтому я могу просто включать камеру и краситься на камеру, и чуть ли не каждый день выкладывать макияжи, и таким образом вести канал. Ну, конечно, сейчас я понимаю, что это далеко от правды, потому что я не подозревала ещё, сколько это всё надо будет монтировать, тогда, возможно, это было всё очень просто, потому что не надо было ни выставлять свет, ни фон, можно было просто, как попало, включить камеру и снимать, а потом в какой-то элементарной программе просто порезать это всё кусками. Сейчас всё намного усложнилось, но, тем не менее, давайте, в общем-то, начнём, посмотрим моё видео. Всем большой привет! Ох, ёлки! И сразу первое, что мы видим, это мой глаз в макросъёмке с макияжем. Конечно, макияж, ну, оставляет желать лучшего, потому что на тот момент я уже более-менее научилась макияж делать. Опять-таки, по урокам Марлены с канала MakeupGigTV, ну, хотя бы я более-менее представляла, что такое макияж. Фотографии я, естественно, тогда ещё не умела ни обрабатывать, ничего с ними делать, поэтому как вот я фотографировала, так оно и шло на YouTube. Спасибо большое, что присоединились ко мне и смотрите сейчас. Ой, я такой тут ребёночек! Вроде как внешность и не сильно изменилась, но, конечно, мне кажется, я сейчас выгляжу гораздо старше, потому что здесь я вижу ребёнка, хотя сколько мне, получается, здесь было? 25 лет? То есть не такая я тут уже и маленькая, то есть не 16 мне лет, но мне кажется, я очень сильно изменилась, и мне кажется, я с каждым годом вообще очень сильно меняюсь, потому что я каждый раз, когда снимаю видео, в текущий момент я на себя смотрю, и мне кажется, ну, вот вроде как неплохо. Потом я возвращаюсь на год назад к своим старым видео, и я думаю, мама моя дорогая, какой был кошмарный свет, какая кошмарная укладка, какой кошмарный звук, как я вообще разговариваю, как я строю предложения. Меня всё абсолютно раздражает, ну, помимо основной темы видео, потому что, в принципе, мне кажется, я всегда старалась готовиться к видео усердно и подавать максимум информации, которой я на тот момент владела. Поэтому в плане содержания у меня претензий не сильно много, но в плане именно обёртки всегда очень много было. Это, кстати, было моё любимое ожерелье с бабочками, в Аксессирайзе, по мне его купила, очень любила его. Ну, в принципе, если вы его сделаете немножко более тёмным, то также прекрасно подойдёт и на вечер. Мне ещё нравится постановка камеры, то есть я специально поставила камеру как можно дальше, мне казалось, что так меньше будет недостатков, то есть меньше можно будет рассмотреть недостатков на лице, чем дальше стоит камера. Итак, в первую очередь я буду использовать основу под тени NYX HD, вот такую вот. Демонстрация продукта. Кто вообще на YouTube настолько долго, что помнит, вот как показывали, я не знаю, косметику показывали, вот я купила вот эту помаду, вот эту вот помаду, и при этом камера фокусировалась как бы ближе, и все вот так вот показывали, и особенно надо было рукой вот заслонить лицо, потому что иначе не фокусировались камеры. Складываю её на всё веко. Если вы настолько долго на YouTube, ставьте обязательно лайк. Это очень-очень важный шаг, особенно летом. Маникюр такой у меня яркий. Кстати, я до того, как начала вести свой канал, я вообще ногти не красила, вот только начиная с ведения канала начала делать маникюр себе. До этого я просто обрезала ногти, ну, как бы их аккуратными делала, но лаком не красила. Про брови я даже сейчас говорить не хочу. Я не знаю, от чего я решила розовый макияж делать, как первый. Ну, тогда, кстати, не было такого повального помешательства над нюдом. Это уже после того, как вышла Naked. Это ещё до Naked, по-моему. Свои морщины на лбу продемонстрировала. Кстати, я вот так вот смотрю, пять лет, шесть лет прошло, но у меня на лице всё те же морщины, которые были. Мне почему-то казалось, что у меня там больше появилось вот этих мимических морщин, там, под глазами, на лбу, носогубка. Хотя я смотрю свои видео шесть лет назад, и я выгляжу абсолютно точно так же. Мне кажется, единственное, что не поменялось за всё это время, я до сих пор делаю видеоуроки по макияжу с макросъёмкой на своём глазу. И многие из вас, кстати, это отмечают, многим из вас это нравится. И как только я выпускаю видео без макросъёмки, там, где макияж общим планом идёт, всегда получаю массу комментариев, что, пожалуйста, верни макросъёмку, там можно всё рассмотреть, как тушуется, куда что наносить. Поэтому вот этот факт не поменялся, и я думаю, что, скорее всего, и не поменяется. Ну, что, кстати, неплохо я так сделала. Форму так построила. Фотография сначала была со вспышкой явно сделана, поэтому там практически ничего не видно было. А здесь вот именно я сейчас смотрю, даже неплохо так форму построила. Кисточка для наложения теней. И потому что, как вы видите, у меня очень новейшие веки, поэтому я могу цвет вести аж практически сюда до брови. Если у вас глаза более открытые, то вы можете остановиться на этом участке, либо чуть-чуть вот вывести его до середины. А хорошие советы даю. Это я еще даже в школе визажа не училась. Что это было? Какой-то старый шкаф, по-моему, мой, который у меня в комнате стоял. Это я, кстати, снимала еще, когда жила с родителями. И буквально там, я не знаю, через месяц я уже съехала, то есть начала жить отдельно уже с Никитой. Сигва Е25. Кстати, им уже этим кистям по 6 лет. Вот они, эти кисти. И до сих пор я ими пользуюсь. Очень классная кисть. Брови, кстати, я, по-моему, вообще не красила тогда. То есть вообще. Я помню, я так хотела эту палетку. Она безумно была для меня дорогая тогда. Но я подумала, что там столько теней, что у меня будут просто неограниченные возможности на YouTube. То есть я смогу делать какие угодно макияжи. В итоге я этой палеткой практически не пользовалась. Мне не понравилось ее качество. Ну, вот как потом я уже поняла, качество у нее такое себе было. Но на тот момент это было самое лучшее, что у меня было. Судя по всему слову, наносить я не знала. Я все накладывала. Мы использовали самый-самый первый. Я возьму немножко другой. Но эти морщины нас... Я люблю наносить файлача. Дальше я буду использовать плавный переход. Темно-фиолетовый карандаш. Ой, этот карандаш был вообще отвратительный. Просто он там тоже в этой же палетке был в комплекте. Там четыре вот таких вот мини-карандаша было. Отвратительные просто. Очень сухие. Ну, пользовалась. Другого тогда у меня не было. На этом этапе все, что нам остается, это немножко завить наши ресницы и накрасить их. А, и тушь я использую NYX Propel. А как же накладные ресницы? Я тогда даже не подозревала, наверное, их существовании. Никто не использовал накладные ресницы. Ну, и ресницы мои, конечно, с того момента не изменились. Такие же каратюськи. О, тут я уже крупным планом. Классный, кстати, у меня фон здесь был. Мне он очень нравился. Ну, буквально там один или два видео я с ним сделала и потом съехала. Стрижка, кстати, похожа на мою сегодняшнюю. Остались со мной до самого конца этого видео. Надеюсь, макияж вам понравился. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. И очень скоро с вами увидимся. Пока! Я смотрю, что сам урок и мои советы до сих пор остаются актуальны. Что удивительно, потому что тогда, когда я делала этот макияж, я мало себе представляла, как вообще нужно делать макияж, из чего он строится, как мне нужно делать макияж. Это уже потом, уже когда закончила школу вязажа. И то я еще после окончания школы я не могу назвать себя каким-то большим профессионалом. Я еще тогда была совсем зеленой. И потом, только через годы тренировок, я уже начала приходить к тому, как это действительно все устроено, как нужно строить макияж. И все в этом духе. На данном этапе я просто хочу поблагодарить всех тех, кто подписан на мой канал, кто меня смотрит, кто смотрит меня на регулярной основе. Не знаю, есть ли те, кто подписаны на меня с самого начала и помнят вот эти мои видео. Если вы есть, обязательно отзовитесь в комментариях, потому что мне сложно вериться, что человек может так долго меня смотреть, и я еще не надоела за этот период. Поэтому, если вы есть, обязательно пишите. Пишите мне, кстати, с какого времени вы подписались, как долго смотрите мой канал, с какого видео началось знакомство со мной, что заставило вас подписаться. Мне очень интересно узнать это, поэтому не поленитесь, оставьте комментарии. И что я хочу сказать. В ближайшее время, конечно, закрывать канал я не собираюсь. То есть были у меня такие моменты, когда мне хотелось все бросить. Было и плохо, и хорошо, и отлично. В общем-то, разные времена были, но, как и тогда, до сих пор это остается чем-то таким, что приносит мне огромное удовольствие. Что касается планов на будущее, то у меня они на данный момент довольно наполеоновские такие, я бы сказала. Надеюсь, что у меня все получится. В будущем будет намного больше обучения. Именно на этом я хочу сосредоточить свой канал. Поэтому, если вы мою идею поддерживаете, то, конечно же, ставьте палец вверх. И, наверное, я буду на этом уже прощаться. Я очень надеюсь, что вам было приятно со мной попутешествовать во времени, посмотреть, с чего все начиналось. Особенно, если вы на канале недавно, то, да, вот это я, да. Это я такие видео делала 6 лет назад. Если же вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь сейчас на мой канал, присоединяйтесь к нашей бьюти-тусовке. Если вы уже подписаны, нажимайте на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. И мы тогда увидимся с вами в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok